Занятие в Академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – эффективность домашнего ухода. Когда мы говорим о домашнем уходе, мы говорим о трех важных этапах. Это очищение, увлажнение и питание кожи. Очень часто задают вопрос, может ли домашний уход заменить походы к косметологу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим макет кожи. Домашний уход решает проблемы такие, как ровность кожи, избавление от воспалений, решает проблему сосудистой стенки частично, а также лечит частично пигментацию. Но домашний уход не может решить такую проблему, как возникновение глубоких морщин. Транс-эпидермальное проникновение косметических средств достаточно неглубокое. И не может решить такую проблему, как возникновение среди глубоких морщин, а также мимических морщин, образование которых связано с активностью в мимическом скультуре. Возникает часто вопрос, чем профессиональная косметика отличается от косметики, которую можно найти в свободном доступе в магазине. Ответ очень прост. Профессиональная косметика может содержать в себе очень активные компоненты, а также проводники этих компонентов. В косметике общего пользования либо нет таких активных компонентов, либо они вне активной концентрации, либо нет проводника, который будет проносить молекул активного вещества вглубь. Очень часто о профессиональной косметике задумываются уже в более позднем возрасте. Но это неправильно. Кожа все помнит. Поэтому очень важно пользоваться косметикой, которая будет содержать активные компоненты, начиная с 20-летнего возраста. Сметика 20+. Крен в основном должен быть увлажняющим. Для очень сухой кожи, впитательным. Он должен содержать в себе пантемола, например, а также другие увлажнители естественные. Но и необходимо помнить о солнцезащитном факторе. 30+. Это возраст, когда начинают появляться первые морщины. Здесь необходимо помнить о таких активных компонентах, как гиалуроновая кислота, естественно увлажняющий фактор, молочная кислота и косметические средства, как правило, содержат все эти компоненты. 40+, 50+. Должны, безусловно, содержать также солнцезащитный фактор, потому что в этом возрасте кожа более подвержена фотоповреждающему действию солнца. А также содержать такие уже более активные компоненты, как ретинол, например. Правильно подобранная домашняя косметика, домашний уход, всегда обеспечивает лучшее нанесение макияжа. Макияж держится целый день, лицо выглядит свежим. Нужно помнить, что для каждого типа кожи существует свое средство. Так, например, для сухой кожи подойдут молочко и пенка для умывания. Для жирной кожи нужно использовать гель для умывания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова